В России отмечают Крещение Господня. Традиционные купания сегодня прошли на 12 организованных площадках. В Сочи этой ночью снова случился пожар. В Костинском районе горел рынок. Глава Сочи отправился на Всероссийский съезд Единой России. Там будут озвучены все планы курорта на этот год. Сочинский айсберг теперь безо льда. На арене тренируются чеховские медведи, 15-кратные чемпионы России по гандбулу. С Крещением Кубанцев поздравил губернатор края. Он пожелал православным укрепление веры. В своем твиттере Вениамин Кондратьев попросил быть внимательнее тех, кто следует главной традиции праздника – Крещенским купаниям. А всех, кто совершает сегодня Крещенские купания, прошу об одном – не окунайтесь в незнакомые водоемы. Оборудованные купели безопаснее. Всего на Кубани открыты 127 купелей. Около них дежурят спасатели, полиция, врачи и казаки. Там же развернуты пункты питания и обогрева. Ну а в Сочи местами для купаний традиционно становится море. Утром на центральном пляже побывала и наш корреспондент Татьяна Говоркова. Освящение воды в этот день проводится дважды. Первый чин совершается в Сочельник вечером перед самим Крещением, второй – непосредственно в сам праздник. Совершать омовение в Святой День желают многие, ведь, согласно евангельской истории, в этот день Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан. Правда, не все после освещения воды были готовы в нее окунуться. Самые смелые в итоге остались довольны. Очень хорошо, очень. Конечно, сперва, когда идем, думаем, надо ли это или не надо, но когда уже подходишь, и море такое, штиль, конечно, это вообще очень хорошо. Так сразу мозги на место становятся. С этой же целью вот уже семь лет подряд окунается в воду на Крещение и Евгений Коленко. Он приехал в Сочи недавно и впервые окунается в море. Говорит, делает это не столько из-за веры в магическое действие воды, сколько ради изменения себя самого. Самое главное, это действительно, как и батюшка говорил, это менять свой образ жизни, считаться от своей греховности. Ну, как это, как старая добрая традиция, конечно, мы привыкли, честно сказать, не в море, когда плюс 10, плюс 12, а именно когда минус 20 в проруби, как полагается. Ну, слава богу, и здесь надо и так попробовать. Желание попробовать хоть раз пройти этот обряд на Крещение возникает у многих. Так, однажды, окунувшись в воду, Яна Тускевич сделала для себя купание традицией. Когда я первый раз начала, то я не закалялась. Я залазила вообще с температуры 40. Все прошло. Ехала домой, вообще все прошло. И все же так рисковать не стоит, ведь не всем рекомендуется лезть в холодную воду. Прежде всего, это касается тех, у кого проблемы с почками, сахарный диабет, гипертония и другие хронические заболевания. В холодной воде могут случиться судороги, поэтому совершать купание необходимо в обозначенных для этого местах. Для крещенских купаний было организовано 12 традиционных площадок во всех районах города. Исключением в этом году стала Адлерская набережная, у побережья которой в конце декабря произошла авиакатастрофа, унесшая жизни людей. На разрешенных же местах, где накануне вечером и сегодня утром прошли православные обряды, были приняты все меры безопасности. На местах дежурили казаки, полицейские, спасатели и скорая помощь. Во всех районах курорта крещенские купания прошли без происшествий. Помощь никому не понадобилась. На многих площадках для быстрого согревания людям предлагали чай, сушки. В Олимпийском парке даже работала баня. В Центральном районе никаких услуг не предоставляли. Те же, кто не решился в этот день искупаться в море, могли набрать святой воды в храмах. Святая вода может храниться весь год. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и к другим новостям. Глава Крымского района отправлен в отставку. Такое решение в отношении Анатолия Разумеева приняло большинство депутатов муниципального совета на внеочередной сессии. Предложение поддержал и губернатор края. Сейчас обязанности руководителя Крымского района исполняет Сергей Лесь. Напомню, против бывшего главы Анатолия Разумеева было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. Чиновник находился под домашним арестом. Уже на этой неделе в Москве состоится 16-й съезд Единой России. От Краснодарского края в нем примут участие 25 делегатов. Представлять Сочи будет глава города, секретарь местного отделения партии Анатолий Пахомов. Основными тезисами своего доклада о результатах работы и достижениях курорта мэр поделился с нашим корреспондентом Ингой Габешия. Делегаты и участники съезда обсудят развитие сельского хозяйства, поддержки предпринимательской инициативы, транспортной инфраструктуры и, конечно же, вопросы здравоохранения и образования. По всем поднятым проблемам будут приняты конструктивные решения. В Сочи же результаты в перечисленных отраслях немалые. Достигали их совместно власть и партия. К слову, Единую Россию в Сочи поддерживает порядка 60% горожан. Из числа реальных дел сочинцы отмечают строительство нового жилья, медучреждений и учреждений образования. Кстати, до 2010 года соцпроекты в городе не реализовывались вообще. Новейшая инфраструктура дала мощный толчок социально-экономическому развитию города. Заслуга партийцев-единороссов в этом деле неоспоримо, подчеркивает и градоначальник. Да, они очень напряженные, эти проекты. Они очень ответственные. А то, что сегодня делается при поддержке партии Единая Россия, это очевидно. Местное отделение партии Единая Россия, секретарем которой я являюсь, в общем-то сегодня работает над тем, чтобы создать еще и, скажем, городскую программу переселения из веткового аварийного фонда. Почему? Потому что федеральная программа, она жестко регламентируется. А у нас сегодня назрела необходимость. Есть такие семьи, которые живут в очень плохих жилых домах и они требуют немедленного переселения. И таким образом, я думаю, что большое количество семей сочинских прочувствует заботу и партии Единая Россия, и власти. Уже известно, что в этом году, и это только по федеральной программе, новые квартиры получат 160 горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний же день из ветхого жилья переселили почти 900 сочинцев. Люди, которые переселились и ждали по 20-30 лет квартиру, они первый раз увидели красивое, светлое и солнце в своем окне. Все удобства сделаны для того, чтобы люди проживали, а не просто прозябали в этой жизни. Поэтому большое спасибо Путину за такую программу семейную. И также большое спасибо, что Кондратьев, наш губернатор, также Пахомов эту программу предварили в жизни. Что же касается проекта партии образования, то его достижения в первую очередь ощутили тысячи юных сочинцев. С учетом расширения групп в дошкольных учреждениях создано более 8 тысяч новых мест. Муниципальные и краевые бюджеты выделяют деньги на обеспечение налогов, коммунальные услуги, заработную плату педагогов. Не всегда хватает на ремонтные работы. И по поручению нашего мэра Анатолия Николаевича социально ответственные шефы подключаются к работе. У нас было в общей сложности отремонтировано около 43 образовательных организаций с помощью шефов. Сначала их было 35, потом 36, и вот мы дошли до 43. Причем это очень ощутимая помощь. Фасады, кровли, отмостка, асфальтирование, замена окон. Спасибо большое. В целом же в Сочи построено 5 новых и отремонтировано 36 старых школ, 7 новых детских садов и 11 пристроек к существующим. Город Сочи стал самым популярным. И в город Сочи до 200 тысяч дополнительно переехало жители со всей России. Естественно, что сегодня перед нами новые вызовы. Это опять же строят детские дошкольные учреждения. И мы это делаем. Ну, кстати, уже приступили к строительству детского дошкольного учреждения в ЛАО. Мы приступили к строительству новых школ, которые просто нам необходимы. Это прежде всего школа в верхней беранде. Она строится. И я уверенно могу сказать, детки 1 сентября этого года пойдут в новую школу. По строительству школ в Сочи разработана целая дорожная карта, судя по которой 10 марта приступят к строительству еще одной школы в Веселом, а в мае в поселке Совет Кваджи. А в непростом вопросе строительства школы на Мамайке властям Сочи содействие оказывает и губернатор края, и министр образования страны. На новый уровень вышло и местное здравоохранение, о чем свидетельствуют цифры. Продолжительность жизни в Сочи увеличилась на 5 лет. И, конечно, мы продолжаем реализовать спортивные проекты. Это и строительство спортивных объектов. Вы, наверное, знаете, что в том же ЛАО уже к концу этого года будет построен спортивный комплекс. Мною принято решение, и сегодня каждый населенный пункт, каждое село, это 84 населенных пункта, получат отдельную спортивную площадку. И, по большому счету, партия «Единая Россия», на мой взгляд, становится действительно такой народной партией, на которую очень сильно надеются наши горожане. Впереди, отмечает Анатолий Пахомов, еще немало задач. В этом году это и ремонт дорог, на которые выделено 510 миллионов рублей. А еще Сочинское местное отделение «Единой России» планирует продолжить большую работу по реализации федеральных, региональных и муниципальных партийных проектов, таких как «Безопасные дороги», «Народный контроль», «Программа «Антинарко», «Сочи-город без табака», «Программа «Сочи-гостеприимный город»» и многие другие. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Около тысячи больниц и поликлиник края до 2018 года подключат к интернету. Как идет исполнение поставленной главой государства задачи, Вениамин Кондратьев обсудил с вице-президентом Ростелекома. Доступ к сети сегодня есть только в 808 медучреждениях. Особенно острый этот вопрос по-прежнему стоит в отдаленных станицах и хуторах, отметил глава региона. Зачастую просто нет времени доставить пациента даже в районные больницы. Единственный способ в таких ситуациях – получить помощь у коллег из краевого центра. Получить консультацию у профессиональных врачей под час, если время идет даже не на часы, а на минуты, кроме как через интернет, невозможно. Поэтому, если это будет так называемый быстрый интернет, где возникла ситуация, и врач общей практики выйдет на связь с ведущим хирургом края в считанные минуты, поверьте, это спасенная человеческая жизнь. Вы абсолютно правильно сказали, жизнь людей зависит от этого. Мы большую работу ведем с Минздравом, мы обсуждали этот вопрос с департаментом, мы обсуждаем с лечебными учреждениями. Сейчас идет вопрос подготовительной работы, то есть проектирование, обработка всей информации и дальше предоставление уже, как мы это дело будем реализовывать. Я считаю, что задача нам по силам. Что бы еще хотел сказать, с удовольствием я уже по районам, при том и по глубинкам, общаясь с людьми, многие жалуются от обиды, что вот у соседей там есть, и телефон сотовый работает, и интернет есть, а у нас нету, мы совсем рядом, а нету. Поэтому я считаю, что все-таки тоже целиком зависит от нас, чтобы самые отдаленные уголки сегодня нашего края получили возможность подключения к интернету. Там тоже, коллеги, живет молодежь, там тоже кипит жизнь, поэтому давайте просто их поддержим. Без услуг современной связи сегодня остаются более 200 населенных пунктов Кубани. Подключить к всемирной сети их планируют до 2018 года по программе цифрового неравенства. Запустить в ближайшее время важную систему «Безопасный город». Улицы крупных городов уже оборудовали видеокамерами, но некоторые из них либо вовсе не работают, либо не подключены к единому комплексу. Известны случаи, когда на мониторы просто выводят заранее записанные видеоролики. И выдают их за картинку реального времени. Необходимо в ближайшие сроки свести все камеры видеонаблюдения, видеофиксации в единую систему в крае. Но сегодня нужна реальная работа, в том числе и вот этих камер видеонаблюдения, видеофиксации, которые стоят немалых денег, поверьте. И для того, чтобы эти камеры показывали нам кино, нам точно не нужно. Нам нужна реальная работа по профилактике, я еще раз подчеркиваю, правонарушения в наших городах, станицах, худорах. И по пресечению, по выявлению вот этих правонарушений, которые происходят. А для того, чтобы чиновникам отчитаться и показать, что хотели вы, видеонаблюдение, видеокамеры, видеофиксаторы, ну, получить его. Вице-президент компании Александр Шипулин, в свою очередь, отметил, что у них есть все ресурсы, чтобы выполнить эту задачу. К слову, услугами Ростелекома сегодня пользуются более 600 тысяч кубанцев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Два автомобиля и мотоцикл. Таков итог ДТП в Адлерском районе. Авария произошла неподалеку от Олимпийского парка на пересечении улиц Перелетная и Триумфальная накануне в 18.40. По предварительным данным, водитель Ниссан Дизель на перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу БМВ, который ехал по главной. От столкновения Ниссан Дизель развернула и откинула на мотоцикл Хонда, который двигался следом за БМВ. После чего мотоцикл отбросила на легковую иномарку. В результате водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Водителям Ниссан Дизеля и БМВ назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В Сочи этой ночью случился пожар. В Хостинском районе горел рынок. Сообщение о пожаре на пульт 01 поступило в начале первого ночи. Оказалось, горит Хостинский универсальный рынок, расположенный в переулке Привольный. К месту выехало два пожарных расчета Хостинского района. По прибытию обнаружили, что на площади 100 квадратных метров горят павильоны. Попросили дополнительные силы средства Садельского района и Центрального. На пожаре работало 4 пожарных расчета. Пожар удалось потушить в 1 час 17 минут. Ну а так рынок выглядит сегодня. Несмотря на происшествия, он продолжает свою работу в обычном режиме. В ночном пожаре выгорело 4 павильона, еще 6 были задеты огнем. Погибших и пострадавших нет, чего не скажешь о товаре владельцев торговых точек. По словам пожарных, причина возгорания – короткое замыкание. Ну и я добавлю, что это уже пятый по счету с начала недели пожар. Как говорят огнеборцы, зимой количество возгораний обычно увеличивается, потому как в это время люди активно пользуются отопительными приборами. Сегодня состоялось 32-е заседание городской межведомственной комиссии по труду. Его провел глава города Анатолий Пахомов. Он отметил, что с 1 января ужесточилась ответственность тех предпринимателей, которые нетрудоустраивают официально своих работников. По всех районах города продолжается работа мобильных групп по выявлению нерадивых предпринимателей, тех, кто уходит от налогов, не делает отчислений в пенсионный фонд и, по сути, обкрадывает своих работников в старости. Например, в первые дни января три таких нарушения были выявлены в ХОСТе, в Адлере в 8 из 40 проверенных объектов. Непростая ситуация и в Лазаревском. Посредством онлайн-трансляции сегодня предприниматели из Лазаревского общались с мэром Сочи и объясняли, почему они игнорируют честное трудоустройство. Объяснения были несостоятельными, и предприниматели признали свою вину. Борьба с неформальной занятостью продолжится и в этом году, но сейчас штраф за одного нетрудоустроенного работника будет больше – от 20 до 100 тысяч рублей. Я просто предлагаю еще раз сделать выводы. Понятно, что мы вас сейчас накажем. И я уже и трудовая инспекция, и все, кто составляет протоколы, мы просто вынуждены максимально применять штрафы. Положено 100 максимум, будет 100. Меры к нарушителям жесткие. Проверка трудовой инспекции и другими структурами. Большие штрафы. Они как раз и показывают, что выгоднее вести свое дело по закону. Телекомпания ФКТ отмечена за лучшее освещение выборов 2016. В краевом конкурсе на лучшее освещение выборов депутатов Государственной Думы и вопросов избирательного законодательства мы заняли второе место. Критериями оценки участников конкурса была сама информация, которая представлялась для избирателей Краснодарского края. Безусловно, это освещение стадии избирательного процесса, освещение деятельности кандидатов в период избирательной кампании, а также освещение деятельности избирательных комиссий. В конкурсе приняли участие не только телекомпании, но и печатные СМИ. Диплом от краевого избиркома теперь займет достойное место среди наград нашей телекомпании. Кто-то дружит с странами, а студенты – вузами. Олимпийский университет принимает у себя новых гостей – делегацию из Франции. Молодые люди приехали в Сочи не только с экскурсионной целью. А в России они впервые. Что интересует иностранных студентов, расскажем далее. Для этих французских студентов визит в Сочи стал не только знакомством с российским курортом. Это поездка – первый шаг в сотрудничестве двух университетов. И открывшимся возможностям узнать изнутри, кто и как развивает спорт в России, французские студенты очень рады. Сочи – это прекрасный город для посещения. И этот университет учит многому в спортивном менеджменте и вообще в этой области. У вас состоится чемпионат мира в 2018 году. Все мы помним зимние игры. Я думаю, что Сочи – это действительно тот город, который растет в спортивной сфере. Идея образовательного сотрудничества появилась год назад. Тогда же началось обсуждение проекта двух университетов. Сочинский Олимпийский не впервые принимает международную группу студентов. Это имеет важное значение в расширении географических границ. Конечно, мы надеемся приезжать сюда каждый год. Цель этого партнерства – это, конечно же, длительное сотрудничество, а также возможность культурного обмена с вашими студентами. Успешный старт программы сотрудничества открывает новые перспективы для партнерства РМОУ не только с университетом Пересад, но и с другими университетами Франции, а также вузами некоторых европейских стран. Российский Международный Олимпийский университет уже подписал соглашение о намерениях разработки программы двойных дипломов групп бизнес-школ. В ближайшей перспективе у нас программа двойного диплома с этой группой, и вполне возможно, что у нас будут совместные программы со школами в Швейцарии, во Франции, в Испании. За четыре года работы сочинского вуза студентами РМОУ стали представители уже 40 стран мира. Программа университета «Мастер спортивного администрирования» давно зарекомендовала себя и в нашей стране, и за рубежом, как действительно универсальный образовательный проект. А специалисты с дипломом РМОУ будут востребованы не только в России. В воскресенье театральная площадь будет закрыта. В связи с проведением финала международного фестиваля команд КВН в Зимнем театре, а также организации видеосъемки проекта для трансляции на федеральных телеканалах, 22 января с 7 утра до 22 вечера будет перекрыта площадь Зимнего театра. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд. Российские гандболисты на базе Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» готовятся к решающим играм регулярного первенства Суперлиги. Причем часть тренировочных сборов проходит на ледовой арене Дворца спорта «Айсберг». Как чеховские медведи чувствуют себя на льду, узнала Рината Шипулина. Второй цикл тренировок проводит в Сочи 15-кратный чемпион России, обладатель Суперкубка страны, команда гандбольного клуба «Чеховские медведи». Тренировки на стадионе и в тренажерном зале – поддержка спортивной формы. А вот стратегия игры отрабатывается на поле, причем основа которого – лед. Арена Дворца «Айсберг» сегодня под специальным термоизоляционным покрытием, которое дает возможность установить сверху основу для проведения различных мероприятий. Для игрового вида спорта, в частности гандбола, на лед впервые установили покрытие. Однако практика с закрытия ледовой арены уже есть. Здесь устанавливали паркет для проведения соревнований по спортивным бальным танцам и фехтованию. До 28 января тренируются гандболисты, после чего лед будут готовить к проведению соревнований по шортреку. Работы по монтажу покрытия не занимают много времени. Еще три дня назад лед резали кантами фигуристы. Сегодня на арене отрабатывают стратегию атаки и работу в защите игроки российской гандбольной команды. Допустим, ты вот здесь стоишь, вот сейчас будет там получать 400 игроков. Раз-раз. Удобно, ты его поймал. А если он там далеко мяч поймал, ты перемещаешься и играешь уже с той стороны. Постарайтесь просто подумать о том, как они будут развивать атаку. Четыре года Александр в составе команды «Чеховские медведи». Всего 10 лет в этом виде спорта. Позади победы на чемпионатах России и немало тренировочных арен. Хотя на ледовой, признается, еще не работал. В этом зале впервые, но в Сочи уже были на сборах два года назад. База очень хорошая. Стадион рядом. Не надо никуда далеко ходить. По словам главного тренера «Чеховских медведей», спортивная база Сочи – это достойная альтернатива, особенно в зимний период, главного комплекса гандбола в Подмосковье. Подготовка предстоит серьезная. Впереди у команды игры чемпионата России. Сейчас очень для нас полезно то, что в Москве там побегать нигде невозможно. Одного большого зала маловато. А здесь есть стадион, на котором можно сделать более мощную нагрузку для игроков. Это то покрытие, которое везде есть. Тот тарафлекс, который стоит на ледовом, он стоит и в зале, когда мы играем в Евролигу, и на чемпионате мира. Такие же точно покрытия. По завершению тренировок гандболистов покрытие снимут. В целом, ледовая основа в течение этого времени характеристик не изменила. Здесь удалят лишь верхний слой, вморозят баннер с эмблемой будущих соревнований уже по шортреку и нарастят финишный слой льда. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Гений дзюдо. Такого звания удостойны дзюдоисты Сочи. Городская федерация дзюдо стала лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации. А город-курорт Сочи завоевал звание победителя среди регионов по развитию дзюдо как олимпийского вида спорта. Восьмилетний Ярослав занимается дзюдо уже год. Громких побед еще не было, но он уже хорошо усвоил, что это за вид спорта. Он такой физический, где там всякие броски, удержания, болевые приемы. А для чего тебе этот вид спорта? Ну, чтобы я умел защищать своих родных. В Сочинске гений дзюдо на вопрос, в чем секрет успеха, отвечают просто в ежедневной кропотливой работе. При этом задачи перед собой они ставят, как кажется на первый взгляд, вполне простые – привлечь к спорту детей. Не сидят дома за компьютерами, а идут заниматься нормальным мужским видом спорта. Поэтому это основная наша задача – увеличить, улучшить популярность нашего любимого вида спорта и привлечь как можно больше занимающихся. Поэтому, естественно, и результат, который показывают наши воспитанники на международных соревнованиях. Сегодня под эгидой городской федерации дзюдо и самбо занимаются полторы тысячи детей во всех четырех районах курорта. В их копилке немало медалей. Юные спортсмены внесли свою лепту в то, что Сочинская федерация сегодня признана лучшим клубом по версии Всемирной ассоциации дзюдо. У тех, кто много работает, есть не только победы, но и трудности. Сочинские гении дзюдо их с легкостью преодолевают. В эти дни победу празднуют не только федерация дзюдо и самбо, но и сам Сочи. Город завоевал звание победителя среди регионов различных стран по развитию дзюдо как олимпийского вида спорта. Это хороший пример для других. В городе Сочи появились федерации, на самом деле работающие, которые несут для себя основную цель – это развитие того вида спорта, который они культивируют. И хотелось бы пожелать, чтобы все федерации, которые в городе Сочи на сегодняшний день существуют, обратили внимание на этот факт. Может быть, по-другому пересмотрели свое видение работы. Какая из федерации спортивного Сочи будет удостоена следующей премии Всемирной ассоциации – покажет время. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.